Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задаёт вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. И тема сегодняшней передачи приурочена к 300-летию создания Геральдической службы России. Юбилей этой службы отмечается как раз в феврале. В связи с этим я пригласил для участия в программе директора издательства «Украдкая» Евгения Михайловича Дрогова, который является членом постоянной комиссии Геральдического совета при президенте Российской Федерации. Добрый день! 28 мая 1781 года императрица Екатерина II официально утвердила вятский герб. Это лук со стрелой, который натягивает рука, выходящая из облака. Однако известно, что аналогичный герб был утверждён ещё в 1730 году императрицей Анной Иоанновной для вятских полков. А вообще лук со стрелой в качестве вятского знака известен с XVI века. Они были изображены уже на так называемой вятской печати. Отсюда и первый вопрос. Евгений Михайлович, вот поясните, почему именно такое изображение? Почему лук со стрелой? И это вдруг становится гербом землевятской? Вы знаете, это на самом деле самая большая загадка. Почему именно натянутый лук со стрелой? Именно в таком виде была изображена на упомянутой вами печати эмблема землевятской, или печать вятская, как она обозначена на печати Ивана Грозного в числе 24 других эмблем территорий, названия которых входили в царский титул. И если другие эмблемы на этой печати поддаются, скажем так, семантическому разбору, какие-то туда попали с княжеских печатей, какие-то являлись уже на тот момент гербами городов, как присоединенные позднее Ревель и Рига, а какие-то были сочинены специально для этой печати, в том числе и вот эта вятская эмблема в виде натянутого лука со стрелой. Существует достаточно много версий, которые, в принципе, нельзя документально подтвердить, не опровергнуть, поскольку никаких документов не сохранилось, чем руководствовались создатели печати, придумывая эмблему вятки для этого изображения. Но версии достаточно разные и интересные. Ну, например, одна из них связана с тем, что Вятка долго сопротивлялась присоединению к единому московскому государству. И вот символ вот этого сопротивления, как в качестве основного оружия вятских жителей фигурирует лук со стрелами, они были искусственными стрелками, и вот по этой причине. Другая версия говорит об обратном, что уже после того, как в 1489 году вятская земля была присоединена к Москве, вятская дружина неизменно входила в воинские соединения московских государей и участвовала во всех значимых походах. И вятские воины отличались как раз стрельбой из лук. Но это такие прагматические, что ли, основания, связанные с реалиями того времени, с житейскими ситуациями. Вот есть символическое объяснение. Исследователь Надежда Соболева высказала мысль еще в 70-е годы XX века о том, что изображение на этой печати Ивана Грозного нужно рассматривать не как символы территорий, а как символы идей. И эти идеи якобы заимствованы из псалтыри. Известно, что псалтырь почиталась Иваном Грозным. Ну и вообще сознание 15-16 века тогдашнее очень было религиозным и пропитано священным писанием и другими священными книгами. Если мы посмотрим коннотации вятского герба вот с этих позиций, то мы встретим в псалтыре много упоминаний лука, стрел, но в основном стрел. То есть это связано с карой Божьей неверных, нечестивых, либо с упоминанием Ильи Пророка, который, как известно, металл стрелы. Но правда, что Илья Пророк, что языческий русский бог Перун при метании стрел не нуждались в луке. Ну, Илья Пророк и Перун тут их объединять-то не надо. А вот интересно, куда вот эта стрела метит? Потому что на старых вятских гербах стрела метит в основном в левый нижний угол. И на современном гербе города Кирова мы видим именно такое изображение. Однако на гербе Кировской области стрела почему-то направлены не вниз, а ровно влево, на запад, что ли. А такое же направление стрелы, но только прямо противоположно. То есть на восток, в правую сторону я вот встречал их, сейчас не помню где, но встречал их однозначно в старых каких-то вот изданиях. На самом деле здесь нет какого-то особого смысла. То есть рука с луком направлена не на запад, не вниз. Ну, то есть понятно, что если она выходит из облака, то, наверное, подразумевается, что она направлена в сторону земли, если наискосок в городском гербе она направлена. Но когда это изображение появилось вот в том виде, в котором мы его знаем, а это 1672 год, титулярник Алексея Михайловича, большая государственная книга, где помимо лука со стрелой уже появляется рука, держащая лук, выходящая из облака, и в сопровождении креста. В этом изображении, хотя это еще не совсем герб, но направление параллельно земле обозначено. Если мы посмотрим первое изображение вятского герба для полковых знамен, это начало XVIII века, то оно как раз наискосок выполнено. Но это продиктовано скорее художественными, композиционными задачами. То есть художник пытался изобразить наиболее рационально, например, в овальной форме щита руку, держащую лук со стрелой. То есть изображение наискосок появилось именно с этих позиций. То есть наиболее рационально заполнить овальную форму щита. А в XIX веке, в результате реформы, которую предпринял геральдмейстер барон Кёне, когда была попытка перерисовать все территориальные гербы, существующие на тот момент, созданные в основном в XVIII веке, он руководствовался одним из правил западноевропейской геральдики, что все фигуры в щите должны быть направлены в геральдически правую сторону, то есть в левую от зрителя. Стороны щита в геральдике рассматриваются с точки зрения несущего щит. Поэтому и герб, созданный для Вятской губернии, вот в том изображении, которое мы знаем его сегодня в качестве герба Кировской области, претерпел изменения, и рука с луком стала направлена параллельно к земле. Вот, кстати, про руку. То есть прямо. А вот она появляется из облака. Она вообще чья? Вот у меня всегда вопрос был. Кто держит лук-то? Бог, что ли? Ну, как-то так странно. Ну, вы абсолютно правы, рука, выходящая из облака, просто благословляющая рука, выходящая из облака, с двуперстием или просто рука, это один из распространённейших символов в западноевропейском искусстве, как раз символизирующий руку Бога Отца. Ну, благословляющая, а тут лук, стрелы, карающая, это неблагословляющая. И позднее эту руку стали изображать с различными предметами, то есть наделять её различными свойствами. И в Россию вот эта традиция проникла в начале XVIII века, после того, как Пётр I переиздал в России книгу «Эмблемы и символы» с голландского века. А есть ещё какие-то примеры российских гербов или вообще геральдических символов, где вот рука из облака выходит? Например, герб Вологды, она там держит меч и державу. То есть не единственные. Да, а ланит. То есть их порядка десяти, наверное, российских древних гербов, где такой сюжет встречается. То есть это всё-таки Бог, вы думаете, да? Но что интересно, вот в упомянутой мной книге порядка двух десятков, наверное, эмблем содержится, где руки держат, выходящие из облака, держат разные предметы. Но руки, которые держала бы натянутый лук со стрелой, среди них нет. То есть в этом плане вятская эмблема уникальная. Прекрасно. А зачем вообще были нужны гербы? Ну, вернее, зачем они были нужны-то, понятно, наверное, да? То есть как-то в условиях малогромотного населения герб, наверное, всё-таки показывал, кому он принадлежит. А вот сейчас зачем? Вот зачем сегодня нужен герб? Вообще так ли уж они нужны? Может быть, это, так я, честно, грешно скажу, баласто какое-то? Мне кажется, мы вполне способны обходиться и без гербов, и ничего страшного не случится. Ну, я, наверное, всё-таки начну со Средневековья. Только кратко. Да, есть расхожие представления всё-таки о Средневековье. Вот если взять российские реалии, то нахождение в большом количестве, вот последнее, особенно десятилетие, берестяных грамот показывает, что Средневековой человек был, ну, в частности, в России грамотен, да? То есть позднее, так называемые тёмные века, произошло, скажем так, в этом плане некоторая деградация. Но я к чему это говорю? К тому, что употребление гербов не связано напрямую с грамотностью как таковой. Это один из способов коммуникации, который употребляется в тех случаях, когда другие способы менее эффективны, скажем так, или затруднены. Ну, тогда уж пример приведите. Ну, примеров очень много. Визуальная коммуникация применяется там, где использование даже, например, речи, а не только письменного языка, менее эффективно. Ну, представьте, футбольный матч идёт, да? Судья объясняется с футболистами, когда ревёт стадион посредством свистка и жестов. И его все понимают. То же самое, когда появились в XII веке гербы, они несли определённую функцию. Они обозначали своего владельца и отличали его от других. Причём универсальным языком изображений и символов. То есть это могли быть различные фигуры простые и сложные, животные, растительные какие-то орнаменты и, ну, листья, цветы и так далее. Хорошо, ладно, соглашусь с необходимостью. Сегодня потребность в этой коммуникации, она не только не ослабевает, она, наоборот, усиливается. Ну, я согласен. Вы меня убедили, что для государства, допустим, герба, гербы, как правильно сказать, гербы, да? Тут двойное ударение. Наверное, необходимо, действительно, чтобы обозначить сразу, все знали, кто, на кого указывает герб, чья там страна, какую страну представляет посол или сборная какая-то спортивная и так далее. Но я не понимаю, зачем подобная атрибутика, гербы, флаги нужны субъектам федерации? Ну, ладно, субъектам федерации пускай нужны. Но отдельным городам, маленьким каким-то населённым пунктам, районным вот этим образованием – это-то чего? Это вот какая-то мода, что ли? Ведь все-все-все сейчас уже имеют свои герои. Ну, на самом деле, это, скажем так, движение по созданию гербов для населённых пунктов, районов началось ещё в конце 80-х годов, ещё в советское время, под девизом «Каждому городу герб». И продиктовано это желание было как раз теми же самыми обстоятельствами, о которых я сказал выше. То есть обозначить себя, отличить себя от других. Для совершенно утилитарных целей, например, для размещения на зданиях органов власти, печатях, бланках, но и на, скажем так, менее прозаических вещах, там, сувенирной продукции, во время каких-то официальных торжеств, приёмов, встреч, соревнований, мероприятий, культуры и так далее. В общем-то, субъект как таковой, в данном случае территория или город, имеет такую же потребность выразить, обозначить себя, как и человек или государство, собственно, или корпорация. Есть корпоративные гербы корпораций различных предприятий. Не знаю. Мне кажется, вот, то ваше объяснение, оно не совсем уж такое убедительное. Вот кроме затрат на их разработку и продвижение, выгод я очевидных не вижу. Потому что, если мы говорим про символику, там, туристическую какую-то, значки эти, продажи, ещё что-то, это копейки. Ну, а на здании какой-нибудь районной думы можно и просто название буквами написать, ничего страшного. Ну, опять же, мы здесь сталкиваемся с проблемами восприятия. То есть, как написать так буквы, чтобы их все поняли, прочитали издалека и так далее. Ну, и опять же, есть проблема того же города, например, Кирова, связанная с тем, что есть такой же город Киров в Калужской области. И вообще, с названием Киров есть масса городов. Но герб у города... Нет, Кировский есть, а Киров только в Калужской области, причём районный город. Нет, где фигурирует Киров, я имел в виду. Ну, сейчас уже не так мы переименовали, слава богу. То есть, герб – это визуальный эквивалент имени. Он также выражает название города или региона, района, как и буквенное название, но используется в тех случаях, когда... Хотелось бы знать, что это как фотография, допустим, у человека, но больше похоже всё-таки на карикатуру, чаще всего. Вот я обратил внимание, когда используются старые гербы, даже вот вятский герб или московский герб, они как-то тушу греют красиво. Даже вне зависимости, я не знаю, какой когда разработан, как только это новый какой-то новодел, ну, так вот сразу разочарование. У меня сразу вопрос, а много гербов вы видели? Ну, в Кировской области все, я думаю. Других не могу сказать. Ну, у меня есть большая такая книга, гербы разные, там тысячи гербов. В 18 веке как раз гербы рисовали художники, мало знакомые с героидическим искусством Западной Европы. И они рисовали действительно художественные произведения. А на самом деле гербам присуща стилизация и упрощение. То есть герб должен быть чётким, отсюда и ограничение по использованию определённых цветов и их сочетаний. То есть герб должен быть контрастным, чётким, узнаваемым, различимым. Если это будет художественная картинка, то вот эта функция часто утрачивается. Ну, может быть, именно поэтому. Я соглашусь. Ну, и знаете, герб – это изображение герба. Есть такое понятие официальное изображение, но это не единственное изображение герба. Герб может быть нарисован в разных стилизациях, на разных материалах. Вот обратил внимание, что мы сейчас про гербы заговорили, про российские. Много ли я гербов видел? Да, много. И вот российские гербы, они часто, я не знаю, все, не все, но часто имеют форму таких щитов. Ну, мне кажется, что это русские щиты, хотя я могу заблуждаться. Откуда такая традиция? Вообще, это везде, во всех странах гербы изображаются в виде щитов. Или это чисто такая русская манера? Щит является одним из основных элементов герба. То есть, это то пространство, которое ограничивает изображение в гербе. И на котором, или в котором помещаются все остальные элементы. Есть элементы, которые являются дополнительными. Ну, не в каждом гербе они присутствуют. Но они располагаются вне щита. Но самим гербом, вот основным его элементом является щит. Повелось это в Средневековье, когда гербы получили распространение. И, в общем-то, это связано с военным делом. С введением боевых действий, с проведением рыцарских турниров позднее и так далее. То есть, щит, воинский щит, это тот элемент, благодаря которому распространилось Средневековье геральдика. То есть, изображение, которое принимал человек как эквивалент своего имени, как родовое имя. То есть, льва рисовал или дуб. То есть, чаще всего он помещал его на щит. И позднее, когда геральдика уже стала, скажем так, больше бумажной, чем использоваться в военном, в частности, деле, традиция эта сохранилась. То есть, я правильно понимаю, что есть какие-то установленные каноны формы, размеров, цвета, вариантов, элементов, герба. Это как-то регулируется или каждый уровень зажать всё, что угодно? Есть основные правила геральдики, их не так много. В принципе, есть примеры, скажем так, изображения герба и без щита. Например, герб Советского Союза, герб СССР, он щита не имел. Но это, скорее, такой частный случай, исключение, которое подтверждает правило. В большинстве случаев есть набор элементов герба и есть, ну, скажем так, основное правило гласит, что металл на металл и финифт на финифт в гербах не накладывается. То есть, цвета разделяются на две группы. Это как раз обеспечивает контрастность. То есть, два металла серебро и золото и пять финифтей. И вот, если мы красим щит золотом, то мы не можем серебряную или золотую фигуру на нём изобразить. Они должны быть там красные, зелёные, чёрные, пурпурные. То есть, получается, что геральдика – это такой особый язык, и тот, кто им владеет, может много узнать о том, кому принадлежит этот герой. Мы с этого начали. Человек общается посредством разных языков, и геральдика – это один из таких языков. Мы-то с этого начали, но я-то говорил о том, что большинство людей, ну, хотел донести, что большинство людей, они, в общем-то, не понимают этого языка. Можно ли догадаться? Может быть, как раз вы и расскажете нашим слушателям о значении хотя бы часто встречающихся элементов. Ну, что там значит золотой цвет или зелёный, или почему там животные, что они означают. Ну, просто несколько примеров таких ярких. Вы знаете, тут я, наверное, лучше объясню. Когда герб составляется, чтобы составить герб, который наилучшим образом бы выполнял основные свои функции, то есть, был чётким, узнаваемым, запоминающимся, а главное, отличным от других, то нужно от чего-то оттолкнуться, то есть, взять какие-то смысловые основания, чтобы составить этот герб. И вот на этом этапе выбирают цвета и фигуры, в которые вкладывают какой-то смысл. Но на самом деле этот смысл с течением времени, он может терять своё значение или утрачиваться. Ну, вот человека или городу дают имя, или там человека называют родители, и он живёт с этим именем, фамилией, там, в России, отчеством, и он не меняет его, ну, при каждом случае. То есть, только какие-то веские основания могут послужить для смены имени или фамилии. То же самое с гербом. Герб, который существует несколько столетий, как вятский, он уже является исторической традицией. И, в принципе, обозначая город или своего владельца, выполняя свою функцию, он сам по себе является ценностью. То есть, то, что в нём изображено, отходит на второй план. Хотя, конечно, в Средневековье очень большое значение придавали, какие именно животные или растения, или фигуры. А сегодня это придают? Сегодня можно? При разработке, да. Ну, вот какие-то нам скажите. Да, когда рассказывают... А то нам сейчас на рекламу надо будет уйти. Расскажите. Когда рассказывают детям, например, о гербе своего города, рассказывают, что в нём изображено, почему именно это изображение появилось. Самый простой принцип и самый распространённый принцип составления герба – это оттолкнуться от его названия. То есть, фигура в гербе напрямую указывает на название. Ну, например, из вятских гербов в гербе города Котельничья изображён золотой котёл. То есть, простой герб, но очень понятный, ясный, запоминающийся. Или в гербе города Орлова изображён орёл. Вот когда найти вот такую связь сложно, или она, в общем-то, банальна, да, эта связь, ищут какие-то другие смыслы. Хорошо, спасибо. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, после чего продолжим нашу беседу. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума. Палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи – о чём рассказывают вятские гербы. Гость сегодняшней программы – член постоянной комиссии Геральдического совета при президенте Российской Федерации, директора и издательства «Ума краткая» Евгений Михайлович Дрогов. В истории российской геральдики известен не один казус, когда неверное описание герба приводило, в общем-то, к забавным результатам. Вот, например, это произошло с городом Иркутском. На иркутском гербе ещё со времён Екатерины II красовался тигр, именовавшийся в Сибири как Бабр. Чиновник, который делал словесное описание иркутского герба, посчитал, что буква «А» в слове «Бабр» – это описка, и записал его как «Бобр». Описание было подано на утверждение царю Александру II, и царь его утвердил, после этого пришлось иркутчанам заменить на своём гербе тигра на бобра. Вот, Евгений Михайлович, мы сегодня больше говорим о таких авиатских гербах, авиатской геральдике. Случалось ли вам встречаться с какими-то забавными казусами, связанные вот с нашей местной геральдикой? Ну, с иркутским гербом там тоже не всё так просто, как вы описали, но... Давайте мы не будем... На авиатских гербах. Есть такая легенда, которая выросла из описания герба города Налинска. Сначала расскажу легенду, а потом воспроизведу описание по памяти, и вы поймёте, почему именно такая легенда могла появиться. Когда к Екатерине II принесли эскизы вятских гербов, городов вятского наместничества, то для Налинска были изображены ноли. Ну, вот тот принцип, о котором я говорил. То есть было село на реке Ноле, преобразованное в город Налинск, и якобы художники изобразили в гербе нолей. Ну, в геральдике часто изображают не одну фигуру, а две или три. Вот сколько нолей было изображено, об этом легенда умалчивает, но герб Екатерине не понравился. Она сказала, что же это ноли какие-то для молодого города Негожа. Чиновники геральдической конторы спросили, а что же матушка изобразить-то? Она говорит, ну, изобразите что-нибудь величественное, лебедя, например. Так в гербе города Налинска появился летящий лебедь. А в описании мы читаем, что в лазоревом голубом поле летящий серебряный лебедь, кои птицы в данной местности не водятся, но мимо пролетают. Как известно, основанием для составления в XVIII веке гербов служили анкеты, которые рассылали по городам и весям, и затем обрабатывали и использовали ответы в этих анкетах для составления герба. Ну, например, чем занимаются жители, какие природные условия, какие водятся животные в окрестностях, какая рыба в реках ловится и так далее. Например, в гербе Слободского так появились рыболовные верши, которые сегодня в восстановленном историческом гербе тоже присутствуют. Вот я знаю, что Вы принимали участие в разработке нескольких, даже десятков, несколько десятков гербов районных городов и районов Кировской области. И как раз вот интересно, а как сегодня там на гербах появляются те или иные символы? Откуда они берутся? Кто их предлагает? – Работа эта была начата еще в 90-е годы. Я активно подключился к ней с 2006 года, и вот более 40 гербов, и примерно столько флагов даже больше было создано, для районов, для муниципальных районов, городских округов, городских и сельских даже поселений. По еще действующему на сегодня законодательству у нас гербом могут владеть не просто город или поселок, а муниципальное образование, к которым вот относятся перечисленные мной 4 категории, ну и сейчас еще муниципальный район. Сейчас рассматривается, как известно, законопроект о принципах местного самоуправления, новый закон, который количество субъектов резко сократит на муниципальном уровне, и уже сегодня некоторые из гербов, которые были за последние 15 лет разработаны, они уже стали исторической реликвией, потому что субъект, к которому они принадлежали, потерял свой юридический статус. И, конечно, основаниями иногда служат совершенно разные вещи. Мы практически восстановили все исторические гербы, которые были с 18 века известны. Иногда для гербов районов мы брали проекты 19 века для уездных гербов. Иногда основой для проекта герба служили те самобытные геральдические знаки, которые существовали на территории в советское время или даже в постсоветское, но эти изображения нельзя считать полноценными было гербами. Они были составлены с какими-то нарушениями или использовали изобилующую, однообразную в советское время растиражированную символику, типа шестеренки или снопа, колоссев в этом духе. Иногда какие-то идеи предлагают местные краеведы. Иногда мы, разработчики, предлагаем несколько вариантов на рассмотрение, пишем обоснования и представляем депутатам органов местного самоуправления на утверждение. Эта работа, на самом деле, настолько интересная, насколько бывает и сложная. Потому что вот рассказать... С какими сложностями приходится сталкиваться в работе? Ну, вы говорили выше о том, что многие не понимают языка геральдики, да? Ну, в общем-то, если не знакомиться с языком, то можно не понять и иностранного языка, и языка культуры, искусства, спорта. Языков очень много, да? Чтобы вступить в коммуникацию с каким-то явлением, нужно этот процесс изучить. И вот объяснение тем людям, которые будут принимать решения на муниципальном уровне, вот этих нюансов иногда вызывает сложности. Иногда проходит все на удивление легко и приятно. А было такое, что вы предлагали, а ваши варианты отвергали и никак депутаты с вами не соглашались? Были гербы, которые, скажем так, набирали силу и отлеживались по несколько лет. За всю мою практику есть один герб только, который до сих пор официально не утвержден. Это герб Келемецкого городского поселения, где, ну, по разным причинам решение откладывалось, переносилось, менялись главы поселения. А почему? Чем мотивируются? Что там за герб такой? В гербе были изображены, мы изобразили лапти. А, понятно. Как символ народного мастерства. Видите, лапти еще и символ бедности являлся, поэтому, может быть, и отвергают. Вот, вы знаете, был вопрос выше, на который я до конца не ответил. На самом деле в Геральдике не бывает плохих фигур и плохих цветов. Тот смысл, который разработчик вкладывает в герб, он, собственно говоря, является правильным. Другое дело, что иногда либо сложно, либо даже иногда невозможно избежать влияния каких-то негативных смыслов. Иногда эти смыслы надуманы. Они, ну, возникают, знаете, говорят, дурное дело нехитрое. Привести какую-то аналогию и ассоциацию ради шутки Стёба иногда накладывает какой-то отпечаток, от которого там трудно потом бывает избавиться и приходится что-то придумывать другое. Но вот с лаптями, мне кажется, сама жизнь доказала, что наша находка, два лаптя, подвешенных на узкий серебряный пояс, символ Сибирского тракта, который проходил, одна из веток проходила через Кельмесь, они состоятельны. Потому что фестиваль «Вятский лапоть» уже более 10 лет проходит в Кельмезе, собирает мастеров со всей страны, и, в общем-то, уже сам этот «Вятский лапоть» стал символом места, который... То есть, когда мы герб разрабатывали, фестиваль только... Ну, как... Один раз, по-моему, он проходил или два... Начинался, да? Да, то есть только начинался. Игорь Михайлович, очень мало времени, но последний вопрос все-таки должен задать. Какую бы литературу вы посоветовали тем, кто хотел бы подробнее узнать о «Вятских гербах», ну и вообще о Геральдике? Историческую информацию, собранную, скажем так, под одной обложкой о «Вятской геральдике», можно почерпнуть из специального выпуска журнала «Гербовед» 2006 года, номер 89. Полностью выпуск посвящен истории... Ну, наверное, в Герценке можно найти. Да, его можно в библиотеке областной имени Герцена найти. Авторами всех статей для этого выпуска ваш покорный слуга являлся. Если хочется погрузиться в многообразие Геральдики, ощутить весь ее богатый мир, книга Санти Мадзини, итальянского автора, переведенная на русский язык, которая так и называется «Геральдика». Спасибо, Евгений Михайлович, за интересный разговор. Надеюсь, нам еще удастся встретиться. На этом наша передача окончена. До свидания. До новых встреч. До свидания. Всего доброго. Ума-палата Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...